Здравствуйте, дорогие друзья! Добрались мы до 95-го псалма. Немного толкований на этот псалом. Суть его философская в том, что почти два тысячелетия народ с нетерпением ждет прихода Машеха. Если бы народ полностью вернулся к Богу, то Машеха пришел бы прямо сегодня. Он ждет, когда мы будем готовы. Это такая глубинная сущность. Какие толкования есть к этому псалму? Первое, что пишут древние книги для того, чтобы не сделать чего-то неверного. Когда ты сомневаешься, верный или неверный шаг ты будешь делать, чтобы не сделать неверный, читаются 95-й псалом. Вообще написано еще, что рекомендуется вообще его читать, чтобы меньше ошибаться и меньше быть введенным в заблуждение, чтобы они вводили в заблуждение. Этот псалом каким-то образом именно этому помогает. Этот псалом читали во время шествия на храмовую гору. Следовательно, он связан с будущим. Он говорит о том, что мы можем избежать и бед, и страданий. Надо только следовать тому, что нам говорят сверху. 95-й псалом читает в Ияре. Этот псалом считается очень сильным именно в Месси Ияр. Что еще о нем пишут? От плохого влияния, от плохих друзей. Читайте именно ежедневно Псалом 95-й. Древняя книга Шемуш Тигили Макадмон говорит, что если читать 95-й псалом 26 раз, то это громадная защита. Если ты чувствуешь, что тебе в этот день нужна защита, 26 раз прочесть псалом и очень помогает. Мы вообще мало знаем о том, какими огромными возможностями и силами обладает Тигили Макадмон. Но вот из того, что удалось собрать. Брахава Ацлаха.